Здравствуйте, дорогие друзья! Не случайно мы начали вечер с такой тревожной нотой. В память о погибших и выживших ежегодно 11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день мы скорбим по всем тем, кто стал жертвой бесчеловечной нацистской политики истребления целых народов. По тем, кто погиб в газовых камерах или был расстрелян, кто не вынес истязаний и непосильной работы, кто умер от голода и холода в неволе. Тысячи невинных людей разных национальностей были загублены фашистами в концлагерях. Каждый год на местах бывших лагерей смерти зацветают маки. Они олеют, как брызги крови, жертву фашизма, напоминая о трагедиях войны. Сколько в лет не прошло и столетий, будет помнить народ и земля, Гибли женщины, дети, солдаты, оставляя лишь горы костей, да пижамы, штаны полосатые, что валялись у камер печей. Ну а те, кто дождался победы, до сих пор не верят тому, что ушли навсегда страхи, беды, до сих пор проклинают войну, до сих пор по ночам еще снятся голод, холод, болезни и смерть. Номер лагерный навечно остался, не сотрет его временем след. Самые немыслимые страшные зверства фашизма лагеря смерти, концлагеря, через их кровавый конвейер прошли 18 миллионов человек, из которых погибло 12. Из них более 5 миллионов – граждане Советского Союза. Особенно печальную известность получили такие лагеря смерти, как Дахау, Освенцим, Майданик, Бухенвальд, Маутхаузен. Дахау – первый концлагерь фашистской Германии, был создан в марте 1933 года на окраине города Дахау, 17 километров от Мюнхена, и предназначался поначалу для людей, считавшихся по разным причинам загрязняющими арийскую расу. Всего за время существования лагеря в нем находилось в заключении 250 тысяч человек из 24 стран мира. В Дахау отрабатывалась система наказаний и других форм физических и психологических издевательств над узниками, в том числе и медицинские эксперименты. Головной болью Гитлера и одной из наиболее значимых его проблем была проблема в непрерывном выявлении как можно более изощренных способов убийства. До начала Второй мировой войны в Дахау находились политические противники нацистского режима – коммунисты, социалисты, священнослужители и другие. Позже – русские военнопленные и польские венгерские евреи. Освенцем – это был комбинат смерти с газовыми камерами, крематориями, печами. Узников превращали в подопытные существа. Были созданы специальные больницы, хирургические блоки, лаборатории, под вывесками которых скрывались камеры пыток. Более 70 научных опытов было проведено нацистами. Более 7 тысяч человек принудительно участвовали в экспериментах, нарушающих все принципы и нормы этики медицины. Примерно 200 немецких врачей и медсестер участвовали в хладнокровной и бесчеловечной работе. Думал я, горе притихнет с годами, боль отойдет, зарубцуется память. Но хоть промчались весны и зимы, воспоминания невыносимы. Нет, не забыл я годину лихую, боль не иссякла, молчать не могу я. У миллиона людей на планете ждут матерей, невернувшихся дети. Был я недавно в Освенциме, мама. След твой найти я пытался упрямо. Звал тебя, жажда терзаемый, жгучий, звал среди проволоки колючий. Все обошел я бараки в печали, только лишь ветры на зов отвечали. Рамы оконные заледелели, жесткие нары давно опустили. В карцер спустился я, тихо и голо, стужи несло от цементного пола. Только наручники в склепе остались. Может, они в твои руки впивались? Лучше бы сердце того не узнало, что о мучениях твоих рассказала В лагере том полонянка былая. Мать, в сновиденьях вижу тебя я. Номер, клеймо на руке узловатой. Сердце прожег мне тот номер проклятый. В стужу остригли тебя душегубы наголо. Бранью осыпали грубой. В январскую ночь ледяную Вывели в легкой рубашке басую. Как издевались они над тобой. Шла ты, седая, под градом побоев. По снегу шла, как по углем шатаясь. Падая на земь, опять поднимаясь. Мама, судьбу твою горькую зная, Не отыскал я тебя, дорогая. Ты в этом море всего лишь слезинка. В этой пустыне всего лишь песчинка. В Освенциме погибло свыше 4 миллионов советских граждан И жителей других стран Европы. Люди, мило, на минуту встаньте. Слушайте, слушайте, у них со всех сторон Это раздается в бухонваде. Колокольный зван, колокольный зван Это озравилась и охлепла В медном гуле прамятная кровь Это жертвы оживи из пепла И восстали вновь, и восстали вновь И восстали, и восстали, и восстали вновь Сотни тысяч заживо сожженных Строятся, строятся, черенки кряду ряд Интернациональные колонны С нами говорят, с нами говорят Слышите громовые раскаты? Это не гроза, не ураган Это вихрем атомным объяты Стонет океан, тихий океан Это станет, это станет тихий океан Это станет, это станет тихий океан Люди мира, на минуту встаньте Слушайте, слушайте, будьте со всех сторон Это раздается в Буффенвальде Колокольный звон, колокольный звон Звон плывет, плывет от всей земли И кудельца вон на эфир Люди мира, будьте зорчи втроем Берегите мир, берегите мир Берегите, берегите, берегите мир Берегите мир Берегите мир Берегите мир Нечеловеческую жестокость фашистов над узниками в концентрационном лагере Буффенвальд В Белоруссии в деревне Красный берег Нацисты организовали сборный пункт для детей В возрасте от 8 до 14 лет Согласно архивным документам Большинство узников были девочки Так как у них гораздо чаще встречалась Первая группа крови и положительный резус-фактор Надзиратели Красного берега Не отличались особым состраданием к детям И кровь, как правило, сцеживалась до последней капли А бескровленные дети засыпали и умирали Здесь погибло 35 тысяч детей На месте детского концлагеря открыли мемориал Основной частью мемориала является обыкновенный школьный класс В котором 21 парта Из-за которой уже никогда не сядут дети Попавшие в концлагерь Красный берег На школьной доске письмо белорусской девочке Кате Сусаниной Которая в день своего 15-летия покончила жизнь самоубийством Девочка находилась в рабстве у одного из военных в городе Лиозно В Витебской области Она не смогла вынести издевательств, пыток, побоев, насилия И предпочла смерть Перед тем, как сделать последний в своей жизни шаг Она написала письмо отцу, который находился на фронте В 1944 году письмо было найдено при разборе разрушенного дома И опубликовано в газете «Комсомольская правда» Дорогой, добрый папенька Пишу тебе письмо из немецкой неволи Когда ты, папенька, будешь читать это письмо, меня в живых уже не будет И моя просьба к тебе, папа Покарай немецких кровопийц Это завещание твоей умирающей дочери Папенька, мне сегодня исполнилось пятнадцать лет И если ты встретил бы меня, то не знал бы свою доченьку Я стала очень худенькая, мои глаза ввалились Косички мне остригли наголо Руки высохли, похоже на грабли Когда я кашляю, изо рта идет кровь У меня отбили легкие А помнишь, папа, два года назад Когда мне исполнилось тринадцать лет Какие хорошие были мои именины Ты мне, папа, тогда сказал Расти, доченька На радость нам с мамой большой Играл патефон Подружки поздравили меня с днем рождения И мы пели нашу любимую пионерскую песню А теперь, папа, когда взгляну на себя Платье рваное, в лоскутках Номер на мне, как у преступницы Сама худая, как скелет Соленые слезы текут из глаз Помните, через года, через века Помните о тех, кто уже не придет никогда Заклинаю вас, помните Не плачьте В горле сдержите стоны Горькие стоны Памяти погибших в концлагерях Будьте достойны Вечно достойны Горькие стоны Горькие стоны Горькие биски Горькие стоны Горькие стоны Продолжение следует...